Приезжая в Польшу на работу, главной целью любого человека, как правило, является максимальный заработок денег. Это логично, это понятно. Но имея одного работодателя, нередко появляется вопрос. Можно ли иностранцу устроиться по совместительству на другую работу? Ответ – да, можно. Однако у трудоустройства на две и более работы есть много тонкостей, о которых мы и поговорим в данном видео, поэтому обязательно досмотрите его до конца. А перед тем, как начать данный видеоролик, хотел бы напомнить, что внизу в описании под видео вы найдете ссылку на группу Viber с работой в Польше. Подписывайтесь на данную группу, чтобы не пропустить самые актуальные и интересные вакансии. А мы начинаем. Поехали! Как работать на двух работах в Польше? Итак, если вторая работа не запрещена, то должно быть выполнено всего два условия. Первое условие – каждая работа разрешается своим документом. Второе. На каждую работу подписывается свой отдельный договор с работодателем. Тип договора значения по сути не имеет. Можно подписывать любой законный. Однако, если на основной работе в интересах иностранца иметь умову о праце, то для совместительства иногда выгоднее подписать умову с лицения. Это может сократить расходы на отчисления в фонды. Нужно ли сообщать работодателю о другой работе? Закон подобных требований не устанавливает. При этом соблюдение трудовой дисциплины у всех работодателей возлагается именно на работника. Так же, как и необходимые часы отдыха, выходные и так далее. Работодатели не обязаны согласовывать друг с другом эти параметры иностранца. Они вовсе могут и не знать о существовании один другого. Проблема двух освещений. На эту проблематику нужно обратить особое внимание. В первую очередь из-за неопределенности в этой сфере, а значит и высокой возможности возникновения ошибок. Суть в том, что существуют некоторые противоречия. Иметь два и более освещения не запрещено. Существует также техническая установка, что при оформлении нового освещения старое может быть автоматически аннулировано. Неприятный пример. Работая у работодателя 1, иностранец решил немного подзаработать у работодателя 2. Для чего подписал умово-взлицение на несколько часов в неделю. Однако при оформлении освещения второй работодатель не проконтролировал сохранение предыдущего. И оно было автоматически аннулировано. В результате проверки выяснилось, что легальной работой у иностранца является лишь несколько часов у работодателя номер 2. Основная же работа у работодателя номер 1 была признана незаконной. Трудность еще и в том, что работнику сложно проконтролировать этот процесс. Ведь всеми оформлениями занимается работодатель. Так как же безопасно работать на двух работах? Для работы по совместительству лучше применять два разных типа разрешений. Например, зазволение и освещение, либо карту побыту и освещение. То есть на одной работе иметь один тип разрешения, а на другой работе другой. Но не стоит забывать и о сроке, который освещение позволяет работать. Это 180 дней в году. Права работников. Все положенные по закону права отпуск, больничный, выходные и так далее работник обязан иметь на каждой из своих работ в полной мере. Но опять же, это не означает, что работодатели будут как-то согласовывать между собой графики иностранца. Но получить свое на каждом из мест работы он может. Недобросовестная конкуренция. Есть еще один запрет. Работник не может устраиваться на вторую работу, если выполнение создаст угрозу нанесения вреда основному работодателю. Доказать это не так и просто, но знать о таком аспекте необходимо. Можно ли подрабатывать без документов? Если документы требуются, они обязаны быть оформлены. Даже при 10 легальных работах достаточно одной незаконной, чтобы иностранец был признан нарушителем. С последующей депортацией, штрафами и запретом на въезд в страны Шенгенской зоны. Подытожим. Работать по совместительству в Польше можно, если на такую деятельность не установлен отдельный запрет. Каждая работа требует своего разрешения и своего договора. Обязательно обращайте внимание на детали при оформлении. Не приводите довольно простую ситуацию к проблемам, которые могут иметь большие неприятные последствия. Поэтому совсем немного вашего внимания и работа по совместительству станет хорошим дополнением к уже имеющемуся заработку. Ну что же, друзья, если вам было это видео интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А также напомню, что внизу в описании под видео вы найдете ссылку на группу Viber с работой в Польше. А также всех тех, кого интересует бесплатный перевод денег из Европы в Украину, ссылку для бесплатных переводов через TransferGo я оставлю внизу в описании под видео. По моей ссылке вы получаете не только бесплатные переводы, а также 50 злотых в подарок к своему первому переводу. Поэтому, друзья, регистрируйтесь сейчас, а перевести сможете позже. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!